Здесь показано, как изменяется плотность впереди объекта. Если вы возьмете и сделаете водоворот, водный аналог, я еще раз вернусь к пониманию. У меня там есть первая работа. Эксперименты вставились в ванной комнате. Надо было создавать водовороты. Они были проще их создавать. И вот когда мы создавали водовороты и начинали потом водоворот двигать, то впереди его получался вот такой подъем, а сзади вот такой спад. В результате, если бы мы послали сигнал по поверхности, то он бы шел не вот так, когда он стоит. Проще говоря, эксперимент Лоренца, точнее Томпсона с зеркалами, он не совсем корректный. Потому что если бы мы взяли два водоворота и начали между ними посылать какой-то сигнал, то с этой стороны длина пути увеличилась, а с этой стороны она уменьшилась. В результате время прохождения оставалось то же самое. То есть там они рассчитывали, что там... Дальше я покажу аналогичные эксперименты вводные, что это тоже не соответствует... Но многие моменты не соответствуют действительности. Ну вот здесь для понимания вот сиг, что такое сиг. Иногда, чтобы объяснить для понимания сиг, лучше всего можно увидеть, допустим, как работает трактор. Когда работает трактор, вы обратите внимание, у него вот здесь ковшик, ну, грунт растет, 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 растет и доходит до определенной величины. А дальше происходит такой сдвиг. Это очень легко увидеть, вот этот сдвиг, когда вы, допустим, лежите на пляже, немножко, если дождик проморозил, вы берете руку, вот так, и начинаете двигать песок. У вас вот тут растет горка, растет, 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 растет. А потом раз увеличится, и вы сдвинули, как бы, целый пласт песка. То есть на расстоянии 30 сантиметров у вас находятся муравей. И когда вот эта горка растет, вы его не можете достичь. А когда горка достигла максимально, вы начинаете двигать пласт. И завалили муравья на расстоянии, ну, допустим, 30-50 сантиметров. В этот момент, когда образовался вот этот сиг. То есть мы оказываем действие на вот эту часть, на вот эту, на вот эту. А после вот этого формирования формируется сиг. То есть дальнее воздействие. Ну, честно говоря, возникает какой-то аналог черный, ну, точнее, звездных врат. Я, конечно, не сторонник фантастики, но схожесть очень большая. То есть каждая теория должна какая-то, ну, обладать предсказательной силой. Ну, вот современная теория последовательности, она говорит, что когда мы будем разменять частичку, мы получим черный дыр. Здесь, говорится, нет. Скорее всего, получим какой-то аналог звездных врат. То есть, ну, не звездных врат, но мы можем оказать воздействие на дальнее расстояние. Ну, вот здесь, так сказать, тоже классическое представление изменения заряда. Но я хочу сказать, что в пределе здесь будет вот прямая линия. А когда будет прямая линия заряда, а что дальше? А вот дальше будет как раз загиб заряда. А загиб заряда к чему приведет? А то, что заряд будет меняться. Ну, по классике мы берем интеграл по сфере, ну, и количество, так сказать, силовых линий, проходящих через сферу. Ну, допустим, здесь было 10, и здесь 10, и здесь 10, и здесь 10, и здесь 10. А тогда дальше уже не будет 10. Будет 9, 8, 5, ну, и так далее. Это будет означать что? Что заряд как бы изменяется. То есть мы говорим, что заряд относителен, относителен массы. Лучше говорить относительно массы, хотя мы понимаем, что с увеличением скорости масса изменяется. Но даже если мы не будем менять скорость, а будем просто как бы, ну, вот есть объем. Этот объем обладает определенной массой. И теперь мы этот объем начнем, масса этого объема увеличивается. Так вот, начиная с определенного момента, подходя к массе черной дыры, этот объем будет исчезать. Он не будет иметь заряда. Поэтому лучше все-таки говорить, что заряд относительно массы. Следующая картинка. Ну, здесь вот опять формирование сига. Просто вот получается, что длина увеличивается, правильно? И как вот эта длина увеличивается? Вот частичка обладала определенным радиусом. Потом достигая определенной массы черной дыры, радиус вдруг увеличивается. Увеличивается длина. Как это объяснить? Для этого вот используются вот такие примеры, ну, с трактором, который вот тоже можно назвать аналог сига. Ну, вот здесь ему показано. С изменением плотности тоже, то есть увеличивается плотность впереди и тоже может возникать сига. То есть из них может возникать и... Я почему это говорю? Еще раз вернусь с опытом со светом. Мы берем свет, ставим щель, получаем интерферационную картинку. Потом берем воду, ставим тоже щели, там делаем и тоже получаем интерферационную картинку. И говорим, если там волна, то и там волна. И здесь вот я пытаюсь сделать, ну, тоже, чтобы было понимание. И когда мы поняли, что, ну, свет нам трудно представить как волну, а здесь, пожалуйста, водная среда, две щели, так сказать, создали, так сказать, колебания, и видим, так сказать, на другой части воды интерферационную картинку. Это облегчает понимание. Ну, и наполняет физику смыслом, физическим смыслом, а не математическим. И вот дальше, кстати, у меня формула получилась, что мы знаем, что гравитация уменьшается пропорционально квадрату расстояния. И это правильно. Вот мы берем вот здесь круг и вот S. Если мы берем пуленод и начинаем стрелять в разные стороны, равномерно вот так, пуленод вращаем, то мы видим, что здесь эта площадь, ну, количество, скажем так, пулек одинаково. Ну, если вот будем стрелять в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону и в эту сторону. Здесь здесь одинаково. Но если мы начнем пуленод вращать, то это будет уже не так. Почему? Потому что количество пулек, ну, здесь надо пройти большее расстояние из-за вращения. Видите, здесь площадь одна и здесь площадь приблизительно одинаково, а здесь площади уже разные. И чем дальше, тем площади будут разные. Проще говоря, если бы мы сделали вспышку, вспышку света, то она бы равномерно распределилась вот здесь. Теперь мы берем эту вспышку света и этот источник начинаем вращать. Так вот, когда источник начинаем вращать, уже будет, да, закон сохранится пропорционально квадрату расстояния. Но из-за того, что путь дни происходит, мы будем наблюдать уже не пропорционально квадрату расстояния, а изменения. Вот R добавляем FR. FR вращение. Ну, давайте еще этот момент немножко, так сказать, на нем остановлюсь. Итак, ну, то есть получается из-за вращения, ну, очень хороший пример, допустим, вот мы стреляем с ружья. На небольшом расстоянии нам кажется, что пуля летит ровно, правильно. И действительно там можно применять вот этот закон R квадрат. Но если дальше будем смотреть, пуля же загибается, правильно? И путь, который ей надо пройти, увеличивается. Поэтому надо добавлять вот эту дельта R. То есть на небольшом расстоянии действительно гравитация будет пропорционально квадрату расстояния. Но чем дальше будет, тем мы будем видеть расхождение. Вот это такой очень тяжелый момент для понимания, ну, был, по крайней мере, для меня. То есть из формы получилось, что гравитация, чем дальше, тем будет нарушаться, не будет пропорционально квадрату расстояния. Как это понять? Дальше я попытаюсь объяснить. У меня там... Хотя давайте попробую сейчас сделать, чтобы... Гравитация я сейчас возьму на себя. Вот. Попытаюсь немножечко опередить, но... Мой стол. Мой стол. Видно картинка? Да. 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 О, это прекрасно. Значит, не зря тренировался. Вот смотрите. Вот гравитация классическая. Верхний рисунок. И там действительно пропорционально квадрату расстояния. И когда мы начинаем увеличивать, уходит в бесконечность. По теории же на самом деле гравитация ограничена до дельта R. Почему? Вот, казалось бы, почему не до бесконечности. А дело в том, что мы представляем гравитацию суммой плоских водоворотов. Вот плоские водоворотики. Видите, вот плоские водоворотики. Я показываю, да? Да, они на большом расстоянии. Все правильно будет. А когда мы начнем их сжимать, мы их сожмем как плоскости до определенного расстояния. Ну, как книжку сложим. И вот это и есть вот это дельта R, ограничение. То есть мы перешлить к гравитации. Внизу надо добавить еще дельта R. То есть единица разделить на R квадрат и плюс дельта R. Дельта R это та минимальная величина, до которой можно сжать. Я, ну, там, в своих статьях предыдущих рассказывал. Вот водный аналог то, что получилось. Вот видите, здесь вот. Вот здесь у нас Солнце находится. Вот тут Меркурий. Вот здесь Земля. Дальше Марс. Дальше другие планеты. Но чем дальше мы будем отходить? Вот мы попали бы в эту зону совпадения. Ну, как определялся, ну, закон обратный квадрату расстояния? Ну, из измерений. Ну, это то же самое, что я, когда буду стрелять из ружья, буду говорить, что пуля летит, допустим, на 100 метров ровно. Ну, в принципе, да, правильно. Но дальше она будет идти не по, то есть, не по ровной проектории, а загибаться. Поэтому уже дальше должно наблюдаться расхождение. Вот здесь будет несовпадение. Из-за чего несовпадение? Если бы вот действительно вот элементарно из-за вращения. Вот следующая модель, вот водоворотная. Водоворот как раз нарушает вот эту вот модель. Вот здесь будет совпадение, совпадение, совпадение. А дальше из-за вращения. Из-за того, что путь длиннее, будет несовпадение. То есть, когда говорят, что пропорционально квадрату расстояния, понимая под этим площадь, мы объясняем, сфера увеличивается, площадь увеличивается. Правильно? Правильно. Но если вы эту сферу начнете вращать, то длина R начнет тоже увеличиваться. Что приводит к необходимости добавления R плюс дельта определенную величину. Но на небольших расстояниях, вот там, ей можно как бы, ну вот на этом пренебречь. Поэтому, тогда говорят, что в эксперименте получается пропорционально квадрату расстояния. Да. И в чем еще сложность? Чем ближе вы его тут меряете, тем, ну получается точнее. Надо измерять дальше. Теперь я закрываю и возвращаюсь так вот сюда. Я вернулся и теперь что мне нажать? Сверху вкладки, видите? А, новая? Нет, сверху вкладки. Руководство, сведения, эфирная теория. Сверху экрана, прямо под меню, есть вкладки. Руководство, сведения о совещании, презентация 2, эфирная теория. Сверху экрана, слева сверху. А, эфирная теория, да, вот это? Сверху экрана, сведения о... Эфирная теория, вот все. Да, вернуться, вернуться. Итак, я хочу, вот что здесь надо ухватить в этот момент, что когда у нас происходит вспышка света, мы видим изменение пропорционально квадрату расстояния, площади. Но если эту вспышку света мы начнем вращать, и из-за того, что путь будет идти по более длинной траектории, будет изменяться площадь, и не будет совпадение с классической моделью. Ну вот графики, здесь показаны графики напряженности изменения элементарной частички. Вот здесь, а вот здесь показано изменение плотности, которое создаёт эта элементарная частичка. Давайте дальше, если что там-то, да. Итак, мы получаем гравитация. В эфирной модели гравитация есть изменение плотности. Ну вот я более близкую такую модель понимания этих процессов вот сначала у Атсюковского, но он говорит о градиенте, о температурном гравиенте. Здесь, в принципе, как бы бежим в одну сторону, но вот я по пути плотности пошёл. То есть гравитация есть изменение плотности. Как это представить? Вот если на воде лежит щепка, как её притянуть к себе? Вы создаёте изменение плотности и притягиваете. А так, чтобы её притянуть, можно создать водоворот, и я с помощью водоворота буду эту щепочку подтягивать. и потащил. Почему? Ну, в водовороте создаёт аналог модели изменения плотности, или эту щепочку могу, так сказать, подтянуть. То есть изменение плотности. А изменение плотности, как я говорил дальше, создаёт изменение времени. То есть мы видим тут увязку. Время, расстояние, связь массы и других моментов. Очень трудно было... Ну, что получилось в формуле? Предъявительно, что гравитация изменяется не пропорционально квадратной, а вот формула. r плюс... Нет, давайте ещё раз. Итак, вот гравитация и это изменение плотности. dR, O, dR. Ну, и вектор. Потому что, изменяя плотность в разных направлениях, мы будем изменять разную силу воздействия. Опять-таки, для простоты понимания используем тот же вентилятор. Если я его буду крутить во все стороны равномерно и поставлю, так сказать, измеряющиеся ленточки, по углу которой я буду определять силу действия, то я буду видеть, что ленточки везде как бы у меня действуют одинаково. Ну, отклоняется на одинаковый угол. И по этим ленточкам декорционным я буду говорить, что сила действия вентилятора во все стороны одинакова. Но если я буду менять вероятностное распределение вентилятора, то и я буду наблюдать изменение его воздействия на эти ленточки. Так, ну, поэтому вот эта формула вот отражает. Но тут еще такая вещь. Так как элементарные частички представлены плоскими водоворотами, то есть, есть составляющая электрическая и магнитная составляющая. Поэтому электрическая и магнитная составляющая будут также создавать изменение плотности, которое в дальнейшем, ну, приведет к определенным, скажем так, математическим результатам, которые надо как-то было бы интерпретировать физическими какими-то явлениями. И вот самый сложный переход, который, ну, был сделан, это о том, что распределение, скорее всего, гравитационное, имеет не квадратурное распределение, а нормальное распределение. Но из-за зоны совпадения, я дальше покажу, что графики нормального и квадратурного распределения единице на квадрат, они совпадают. Вот я вам предыдущий показывал капельку, ну, водную модель. Ну, вот зона совпадения там очень хорошо совпадает с вот этой формулой. Давайте посмотрим дальше, если что, тогда я уже отвечу на вопросы. А, да. Это, в чем, каждая теория должна иметь такой-то, ну, предсказательный момент. В чем, вот, эфирная теория отличается от классической? Суть оказалась в чем, что, когда мы начинаем сжимать вещество, то гравитация черной дыры становится не круглой, как мы ее представляем, а плоской. То есть, мы берем вот такой, чтобы прийти к пониманию этого момента, мы берем вот вентиляторы. Создаем сферу. И если вот я вам рассказывал, как вращать вентилятор во все стороны, то вот индикационные ленты будут показывать одинаковую силу воздействия. Вот мы берем элементарные частички, которые представлены вращающими подворотами. Вращающими подворотами. И, когда они находятся на большом расстоянии друг от друга, мы видим сферическую картину. Но, когда мы начинаем сжимать, вот, наш объект, сжимать эту массу черной дыры, то дальше происходят странные явления. Вот эти вентиляторы, как бы, начинают мешать друг другу. Когда частички между друг другом на большом расстоянии, они начинают, вот, видим сферу. А когда они приближаются, они начинают мешать друг другу. И, в результате, получается, что гравитация черной дыры не круг, а, вот, ну, тогда расстояние еще не слишком близкое. Я пытался описать с помощью элипсоида. Вот, когда расстояние большое, мы видим, что гравитация круг. Но, когда начинаем приближать, мы видим, что распределение меняется. И гравитация не меняется. То есть, видите, вот здесь появился, что сила здесь нет. Гравитация в этом направлении не действует. На небольших расстояниях, точнее, при сжатии, можно описать элипсом. Но, если мы дальше не взглянем, мы видим, что на разных выборах определения. То есть, вывод, гравитация черной дыры плоская. Это довольно интересный математический, скажем так, курьез, который надо было бы как-то вот объяснить. То есть, интересно, мы посмотрим дальше, что произойдет. Но, в предыдущих главах, я там когда описывал, я говорил, что элементарная частичка представлена плоскими водогруппами. То есть, свет заворачивается в спираль. И вот эта Е составляющая идет. То есть, это вентилятор как бы дует вот в эту сторону. Но, в элементарной частисти, есть же и H составляющая, которая действует вот в эту сторону, в эту и в эту. И надо было как-то модель сделать. Ну, вот я взял вот эту модель, и получилось, что вот смоделировать, и если вернуться к предыдущему эксперименту, то регистрация черной дыры оказалась, когда мы будем сжимать, вот такой. То есть, в результате, скажем так, внутри нашей, наша галактика имеет вид такой спирали только потому, что внутри нее находится черная дыра, которая и определяет вот этим своим регистрацией, формирует ее. Пойдем дальше. Второе, вот что следствие эфирной теории, если мы возьмем волну, сделаем волну плоскую, подберем определенным образом среду, ну вот нам, допустим, говорят, что свет, красное смещение галактик, которое мы наблюдаем, вызвано тем, что галактики разбегаются. Но если мы возьмем эксперимент, подберем определенным образом среду, и создадим здесь волну, мы будем видеть, что длина волны, что изменяется? То есть это аналог красному смещению. То есть понимание этих процессов было, вот я пишу, здесь было у Хаббарда. Но он это пытался объяснить старением света. Из-за того, что он сказал, что это не разбегание старения света, им, кстати, Нобелевскую премию его не дали. Там был запрет на эфир. Аналог понимания этих процессов также пришел Осиповский в своих работах по эфиродинамику. Но он, более всего, подошел, он сказал, что там просто свет стирается, и все проблемы. Ребята не морочили голову. Ну, кстати, единственное вот такое вот, тоже понимание этих процессов, они описываются вот такой формулой. Ну, как это понять, допустим? Вот мы, допустим, сделали волну. Она прошла один метр. Потеряла энергию, правильно? Половину. Следующий метр прошла. Потеряла половину от половины. Следующий метр. Половина от половины половина. То есть, если взять, может быть, одна вторая и коэффициент. Или классический через нормальный закон. Ну, по-другому записать. Фактически это суть одно и то же. Ну, для понимания, допустим, лучше так. Вот свет обладал энергией Е. Прошел определенное расстояние. Потерял половину. Следующий раз он тоже половину. Получается, что вроде как галактики устаряются. Но на самом деле, все это можно объяснить с эфирной теорией, с точки зрения эфира, все проще. Он просто стирается и все. И теперь, чтобы узнать, разбираются галактики или нет, вот мы видим распределение потери энергии света с расстоянием. Ну, вот закон. Вот частота. Прошел половину, частота упала вдвое. Ну, если бы. Прошел еще половину, еще вдвое. И разбегаются галактики или нет, нам надо смотреть отклонение вот этого закона от вот этого нормального закона распределения. То есть, или вверх, или вниз. Ну, это следствие, как говорится, то, что получается. Еще раз говорю, вот эта эфирная теория, в чем различие ее? Она дает разное понимание процессов. С одной стороны, можно простовать красное смещение, как разбегание. Ну, понятно, доплеварский эффект и все такое прочее, как бы, тут ничего такого сложного нету. Но эфирная модель говорит, что те же самые эффекты можно объяснить по-другому. И можно, ну, как Хаббард пытался объяснить, он тоже чувствовал, как бы, скорее всего, пытался объяснить старением света. Ну, а Сяковский вот, мне кажется, ближе всего подошел к пониманию этих процессов. Он сказал, что просто теряется свет, энергия света теряется из-за сопротивления среды, и все. В принципе, вот такой простой эксперимент наглядно это демонстрирует. Но, опять-таки, еще раз вернусь, как мы изучаем процессы. Мы берем опять свет, щелевой момент держим, и потом делаем аналог на воде, правильно? И потом говорим, ну, раз на воде так, то и свет так. Здесь как раз применяется тот же подход. Мы ставим эксперимент на воде, и потом переносим его на реальные физические процессы. Заряд. Вот что самое интересное в эфирной теории. Она единственная, пожалуй, дает ответ, что такое заряд. Как происходит взаимодействие именно на физическом уровне. Если у нас есть эфир, и мы создадим вот водовороты, вот такие, и вот такие модели водоворотов, то мы видим, что вот разноименные, разно вращательные водовороты будут притягиваться. Но здесь скорее не притягивание, а скорее проталкивание зарядов. Из-за вращения он один раз притягивает вас в одну сторону, и второй раз в другую сторону. И в результате вам будет сказаться, что он вас притягивает. На самом деле это вот проталкивание. Я попытался сделать с помощью рук. Вот так две руки, и я их беру и проталкиваю в другую сторону. Если мы одноименные заряды сделаем, то здесь видите, руки будут как бы отталкиваться вот так, в разные стороны. То есть такая модель, можно понять, что такое притягивание, а что такое отталкивание. И при том, заметьте, все это делается опять-таки на водоворотах, которые одновременно создают изменение плотности, то есть создают гравитацию, притяжение. И в то же время позволяет понять процесс взаимодействия зарядов, понять, что такое заряд, в принципе. Потому что ни одна теория даже близко не подошла к пониманию заряда. Что такое заряд, что такое плюс, что такое минус. Ну, там рассказывают, а здесь это на физических опытах можно наглядно продемонстрировать. Ну, как стирание света, волны, потери энергии и других моментов. Да, вот представление света. Вот мы видим, как формируется элементарная частичка. Вот в теории, в эфирной теории, все элементарные частички представлены водоворотами, плоскими водоворотами. Вот еще раз, я говорю, наиболее близко подошел к пониманию этих процессов. Вот от Секловский, он там использует вихри. Но вихри, он имеет пограничный слой такой. И вот я здесь использую плоскости. То есть плоскости, которые вращаются из-за такого вращения статистического, они воспринимаются нами как шарики. На самом деле этот шарик, это просто быстро вращающаяся плоскость. Которая вот, ну если остановить, вот иногда две частички пролетают между собой и не сталкиваются. Почему? Две плоскости взяли и проскочили. Две плоскости взяли, а иногда если они не попадали, они все столкнулись. И начинается, ну два фотона, допустим, сталкиваются, возникает водоворот и они начинают закручиваться в водоворот. В результате образуются элементарные частички. Вот здесь они когда уже сформировались, они разбегаются. Создается плюс и минус. У паковка этих частичек формируется как, смотрите, минус против плюса, плюс против минуса. В дальнейшем я покажу, что есть только три частоты, на которых может сформироваться водоворот. Ну скажем так, правильно упакованный. То есть когда минус против плюсика, плюсик против минуса. То есть вот такая правильная упаковка формируется. Получается, здесь только три частоты. Первая это частота электрона, частота протона и частота нейтрина. То есть водоворот, если его поставить, графически решить эту задачу, то мы увидим только три частоты, на которых может сформироваться правильный водоворот. Если здесь будет стоять минус против минуса, происходит разрыв. То есть распак элементарных частичек. То есть водоворот может сформироваться, но по определенным законам он разрывется вот в этой точке, допустим, где минус против минуса. И время жизни такого водоворотика будет определяться степенью несовпадения. Чем больше не совпадает, тем быстрее, так сказать, он разваливается. Водоворотная модель, она позволяет, ну взяли, вот, допустим, физики говорят, что, мы не понимаем, как-то две частички столкнулись и образовалась третья частичка, или четыре тестички, А здесь, очень просто. Берем два водоворотика, столкнулись, а образует 4 водоворотика. Ну, и что? Ну ничего. Было два водоворотика, столкнулись, образовалось 4 водоворотика. Если берем линейку, просто водоворот делаем с помощью миксера, образовался водоворот, возьмите линейку и будет два водоворотика. Интересная еще модель появляется, когда этот водоворот мы пускаем на щель. Здесь мы обвинем в интерфериляционную картинку. Почему? Потому что это закрученный свет. Плотность меняется, а время прохождения света меняется, это скорость света, время прохождения света здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь получается одинаковое. Почему? А плотность разная. Для понимания этих вот таких процессов можно представить себе, допустим, вот мы сделали водоворонку в воздухе. Плотность на краях водоворонки и внутри разная. Но если спросить, а скорость звука где будет больше? Там где плотность больше или там где меньше? Естественно, там где плотность больше, скорость звука будет больше. Потому что плотности, если мы будем сжимать, то плотность звука будет тоже изменяться. Поэтому можно сделать такую звуковую воронку, запустить звук и он здесь будет вот так вращаться. И это как змея, которая не может укусить свой хвостик. Из-за чего? Из-за разной плотности. То есть эфирная теория позволяет понять, что такое заряд. Ни одна теория, я не видел, что как-то по-другому, даже близко попыталась бы этот вопрос затронуть. Еще такой момент. Ну давайте дальше попытаюсь это дело развернуть. Следующее. Вот свет. Свет можно изменение движения света вокруг массы. Его можно представить как притяжение. Но в то же время мы сказали, что притяжение создается за счет изменения плотности. И поэтому его можно просто представить как изменение света из-за изменения плотности. Ну мы берем сферы разной плотности и поставим на них свет. Плотность разная и вот свет будет постепенно заворачиваться. То есть по сравнению с классической теорией, которая говорит, что свет, так сказать, это искривление пространства-времени. Но когда задают, что такое пространство-времени, все почему-то делают умные как бы глаза, но толком они подменяют одни понятия другими. А здесь очень просто. Свет упал, изменил направление, упал, изменил, упал, изменил. Если мы будем, так сказать, постепенно уменьшать, то мы можем смоделировать на обычном стекле с разными плотностями изменение света. Одним словом, можем сделать модель. Давайте к следующему рисунку. Вот еще, ну вот опять здесь показано изменение плотности эфира внутри элементарной частички вращения. И вот формируется вот такой хвостик, который отвечает за заряд. То есть заряд это не что иное, как изменение. Это растянутый хвостик синусоиды, не свернутый водоворотом. И вот когда мы видим здесь протон, электрон, возникает вопрос, почему электрон не падает на ядро. Дело в том, что вот есть составляющие, а не плоскости. И скорее всего в ядре больше играют магнитные составляющие, чем электрические. А электрические просто могут заворачиваться по вот этим плотностям. Давайте поставим еще этот слайд, я пройдусь по слайдам, как вернуться к картинкам. Ну смотрите, мы вчера с вами говорили, но я так вам немножко намекну. Вы уже больше часа говорите, так что рассчитывайте примерно. Серьезно? Мне показалось так быстро. Ну хорошо. Так уже час, да? Уже больше. Ну давайте тогда я слайды быстро прокручу. Или тогда остановимся на каком-то вопросе. Или на ответы, да, как лучше? Ну смотрите. Давайте поставим слайды, я еще прокручу. Просто я хотел некоторые вопросы, чтобы зрителям какие-то дать образы. Ваши формулы, ну формулы люди всегда посмотрят. Математика там есть. А слайды они у вас где-то или я у себя должен взять? В смысле слайды? Они все там же, там где сверху вкладка, там есть презентация. А, презентация, ага. А вот. Ну давайте посмотрим. Слайды. Ну вот формулы. Те формулы классические, которые... Формул для массы. Вот классическая формула. А вот это добавка. Ну здесь она добавка просто чистый, так сказать, показывает, как постепенно увеличивается масса и ее влияние на вот эту флоренцевскую добавочку. Ну вот здесь тоже самое вот заряд относителен, относителен вот этой добавки новой. Вот графики распределения массы и времени. Кстати, очень характерная вещь. Масса и время, графики совпадают. Я когда ставил опыт, на это тоже обратил внимание. То есть, когда масса меняется, меняется плотность. А меняется плотность, меняется время. То есть, вот это показано связкой. То есть, правильно было бы здесь сказать, связка с плотностью. Не с массой, а с плотностью. Но, раз такие классические представления, то пускай. Вот график распределения длины. Вот видим, длина уменьшается, уменьшается, доходит до определенного момента и увеличивается. Ну, возникает псих, так называемый. Вот график распределения заряда. Заряд изменяется. При приближении к массе с черной зерой заряд изменяется. Вот зона совпадения, зона различия. Вот так изменяется. Вот это мы видим классическое представление. Дальше эфирная теория говорит, что, извините, уже все не так, как мы думаем. Ну, вот эксперименты, которые позволяли бы наглядно продемонстрировать вот это изменение. Длины, связку длины, времени. Ну, это вот псих для понимания простого. Что здесь вот? А, вот. Что такое эфир? Строение эфира. Ну, допустим, строение молекул воды, H2O, всем понятно, и структура тоже понятна. А как представляется эфир? Вот строение эфира. Это два шарика E и H, вращающиеся по взаимно перпендикулярным орбитам. Почему по взаимно перпендикулярным? Когда мы берем один шарик и бьем по другому, то мы передаем движение. Здесь, если мы шариком E ударим по шарику H, то он идет перпендикулярно. Что такое E и H? Это E электрическая составляющая H магнитная. Вопрос, из чего состоят эти шарики? Мы дальше говорим, что из этих шариков создаются водовороты плоские. А еще, такие шарики, и H тоже плоские водоворотики. А еще, такие плоские водоворотики состоят из отрезков, из плоских цилиндров, которые могут представлять какую-линию. Получается, что в части пятом пытался говорить, что есть линия. Из линии создается плоскость, из плоскости создается объем. То есть на самом деле те частички, которые мы видим, электрон, протон, нейтрон, это все плоские водоворотики. Но из-за того, что они вращаются вот так быстро во все стороны, они воспринимаются нами как объемные частички. Вот распространение света представлено здесь. То есть эта модель позволяет описать распространение света как дипольное. Вот здесь мы видим, как распространяется свет. Вот шарик, отвечающий за магнитную составляющую, бьет по шарику, отвечает за электрическую. И видим такие вот дипольчики E и H. То есть обычная механизма, это гравитационная волна, это изменение плотности. Вот я хочу показать, что свет, это изменение диполя, то есть гравитационная волна, изменение плотности. То есть носитель как бы один, носитель один. А природа этих носителей разная. Но сравнение классической водоворотной модели. Вот мы видим гравитацию, вот зона совпадения. Вот здесь совпадает. А дальше будет отличие. Вот единица на R квадрат плюс один. И вот нормальный закон распределения. Зона совпадения очень совпадает. Вот формулы, вот дельта R. Вот изменение гравитации. Это то, что создает E составляющая, электрическая. Это то, что создает H составляющая. Вот изменение гравитации. Вот гравитация в трехмерном виде, в срез. Кстати, если посмотрите, то вы увидите, что совпадение со спиральной галактикой. Хотя некоторые совпадения могут отличаться, потому что могут быть две черные дыры, которые будут создавать вот такую гравитацию. Ну, картину немножко отличающуюся. Ну, вот гравитация, ну, совпадение зон, я там показывал водную модель. Вот как раз вот здесь у нас Солнце, вот здесь Земля, Марс и так далее. А когда мы уйдем за уже зону совпадения, то мы будем наблюдать отличия. Да, вот что показывает модель. Что вот есть водоворот, и если провести линию, то мы видим три точки пересечения. Первая точка пересечения – это длина протона, это электрона, а это нейтрина. То есть три частоты, которые, ну, так сказать, энергия. Можно представить, как явится квадрат, а можно, например, и водо... Ну, через энергию водоворота. Через сейчас такое вращение, момент вращения. Заряд. Вот классическая формула, чтобы вот так убрать, а здесь синус. Вот как представлен заряд. Это вот такой очень важный момент, который я попрошу обратить внимание. Это срез. Если мы свежим водоворот, то мы видим, что вот здесь как раз зона совпадения, где заряд Q, R квадрат. А если дальше, и можно пренебрить синус, приблизительно равен, а после определенной зоны надо вводить вот эту составляющую, синус, на Q. Это от скорости света зависит. То есть на самом деле, вот мы видим средств элементарной частички. Ну, вот вращение, как происходит, чтобы заряд свернутый под E, H. Вот представление заряда в трехмерной виде. Ну, здесь E направлен вот так. Это просто изменение силы. Давайте ускоримся немножко. Это вот это. Да, ну это вот коэффициент, звездный коэффициент проломления. Как изменяется скорость света при приближении. Кстати, максимальное сжатие равняется половину радиуса черной звезды. Радиуса черной звезды. Черной дыры. Ну, вот формула. Ну, вот здесь опять водная модель. Вот здесь Солнце, Меркурий, Земля и другие планеты. Тут вот зона совпадения. А дальше уже модель из-за чего? Из-за вращения. Вот водные модели. Надо уже заканчивать, да? Ну, вы, я вижу, повторяете все то, что вы только что рассказывали. Да, ну, есть еще то, что новое. Так вот, то, что я не дошел, это двойная гравитация. Есть два способа, когда элементарные частички могут мешать друг другу. Это при сжатии, вот когда они сжимаются, правильно? А могут они синхронизироваться еще и элитическими полями. В результате возникает так называемый эффект, ну, должен возникать двойной гравитации. Но если, когда вот так вращается, мы видим картинку вот такую, она будет отображать, то здесь, ну, видите, спиральки будут видны. Собственно говоря, элементарная частичка и определяет форму галактики. То при двойной такого не будет. Ну, вот, так сказать, как будет происходить изменение. Да, вот вращение вот этой есть составляющей. Да, еще такой момент, который хотелось бы обратить внимание. Вот мы видим человек плюс поезд, и сумма равняется скорость человека плюс скорость поезда. В то время, если вот человек будет говорить со звуком, там рупором бежит, плюс скорость человека плюс скорость поезда, то сложение классическое тут не подходит. Я почему привел эту схемку? Когда нам рассказывают о Лоренцевых сложениях скоростей, то это неприменимо вот к свету. Получается, что математика дает как бы правильный результат, хотя на самом деле так складывать нельзя. Это простой пример. Если я побуду бежать с рупором, так что скорость звука сложится со скоростью, с моей скоростью? Да ничего подобного. Вот простой пример наглядно это демонстрирует. То есть это отличие эфирной теории от классической. Вот здесь пружинка, вот здесь человек на ракете отталкивается, и Земля отталкивается. Действительно будет наблюдаться эффект близнецов. Потому что здесь ракета полетит с большой скоростью и сожмет внутренний цилиндрик, и изменит плотность и время. А здесь на Земле цилиндрик останется нежатым. То есть система не инвариант. Это тоже неправильно. А вот если, так сказать, вот мы две оттолкнемся друг от друга, то в этом случае, допустим, вот здесь ракеты одна и вторая, они оттолкнулись с пружинка, то это полетит во близкой скорости, и здесь в близкой скорости света. То когда они вернутся, они оба будут молодыми. Эффект близнеца проявляться не будет. Проще говоря, если две ракетки улетели, одна в одну сторону, другая в другую, потом они вернутся, а Земли не будет. Они будут оба молодые, и они не поймут, что, собственно говоря, две минуты назад только расстались. То есть система не инвариантная.